Смейная жизнь, наша жизнь, наши отношения. И здесь я вам уже сказал о том, что основная проблема — это нехватка сил. Люди всегда думают, что они расходятся из-за того, что они не сошлись с характером, из-за того, что они надолели друг друга, или из-за того, что у него завелась любовница. Понимаете, причина — это неправильная жизнь. Вот, допустим, давайте разберём несколько моментов. Вот первый момент, допустим, мы жили друг с другом, у нас всё классно было, допустим, что ему надо было, что у него есть жена, есть дети, есть, почему он пошёл другой? Понимаете, поймите, что когда люди живут вместе, то у человека есть такое понятие чувства собственного достоинства или эгоизма. Понимаете, всегда счастье человек обычный, человек не развитый, воспринимает как? Мне хорошо с человеком, значит, я хочу с ним жить. Понимаете, а мне хорошо — это значит, я тянул от него силы. Мне хорошо, то есть я беру в себя энергию этого человека. Понимаете? Вот представьте, два человека берут в себя энергию друг друга. Какой результат получается? Какой? Они истощаются просто. Потому что, если говорить об энергетическом, о любви, энергии любви, то если я отдаю человеку любовь, он благодарен, благодарность — это значит, что он отдаёт мне назад, то между нами зацикливается энергия любви. Как только я настроился на то, что он должен мне что-то сделать, сразу же истощается энергия любви. Что такое скандал в семье? Ругань. Ругань — это означает, что люди требуют энергии любви, настаивают на том, чтобы мне надо отдавать. Потому что ощущение восприятия любви у мужчин и женщин абсолютно разные. То есть и женщина требует чего? Она думает, что так обоим будет лучше, но требует она своего. Чего? Чего она требует? Она говорит, надо нежно, ласково себя вести. Ты совсем как бы забыл о семье, обнаглел, как бы хочешь, чтобы всё было, как тебе надо, и так далее. Мужчина чего требует? Он требует подчинения, чтобы женщина не капризничала, чтобы она заботилась о нём и так далее. Ну, то есть, понимаете, то есть мы выдавливаем друг из друга, что? Энергию счастья. Это называется ругань. Выдавливание счастья из близкого человека. Ну, если счастье выдавливать из близкого человека, чего оно выдавится? Нет. Любовь — это абсолютно добровольная вещь. Если близкий человек не хочет тебя любить, ты его никак не заставишь, хоть убейся, хоть из него котлету сделай. Понимаете? Поэтому ничего не получится. Какой выход? Надо понять, как работает вся система. То есть система такая. Люди хотят счастья за чужой счёт. Вот какая мысль как бы у человека в сердце живёт всегда? Я хочу такого себе парня найти, чтобы мне с ним было всю жизнь хорошо. Всё. Вот это всё. Это означает счастье за чужой счёт. Всё. Ну, то есть, а если это не получится, он же не бесконечный источник питания, правда? То есть он у тебя не может кормить энергией всю жизнь. Он истощается в какой-то момент. Сначала люди, у людей много энергии друг на друга. Это называется медовый мисс. Они балдеют, наслаждаются друг другом. Этот медовый мисс может пройти год, допустим, иногда полтора года. И постепенно кончается. Если ты наслаждаешься сексом от близкого человека, значит, это тоже будет терять силу свою. И со временем приходит время, где-то нужно 5-6-7 лет, чтобы люди это поняли, что что-то у нас всё закончилось. Почему всё закончилось? А потому что вы пользовались. Вот представьте, вы в банке деньги берутся, и бац, они закончат. Что за фигня вообще? Ну, ты просто берёшь деньги, ты никуда не ложишь. Точно так же и в отношениях. Если ты хочешь наслаждаться близким человеком, то рано или поздно всё закончится. Это эксплуатация, понимаете? Мы мучаем друг друга. Поэтому надо понять принцип. Принцип заключается в том, что человек должен от этой идеи сначала оторваться. От этой сиськи, от желания наслаждаться как бы другим. Оторваться надо было. Понимаете, это сложно. Потому что для этого ты должен брать энергию счастья для здоровья от природы. Понимаете, есть три энергии счастья и три сферы жизни человека. Так как есть три сферы жизни, поэтому Бог дал три энергии счастья для этих трёх сфер жизни. Первая сфера жизни называется здоровье. Мы её разобрали очень подробно с вами на двух лекциях. Она берётся, эта энергия счастья, от природы. Не от таблеток, не от врачей, от природы. Вот вторая энергия счастья, вторая сфера — это энергия счастья, называется социальной возможностью. Но другими словами, социальная сила. Есть сила здоровья, есть социальная сила. Вот что такое социальная сила? Ага. Ну то есть, пап, мне нужно бумажку написать или нет? Вот у меня есть, как бы, мои знакомые, здесь много лет мы дружим. Они читают лекции по вегетарианскому питанию здоровью. И желающие посетить вегетарианские курсы, позже, пожалуйста, сделайте отменку в анкетах и сдайте их на выходе. И вас пригласят. Это семья Здоровых, Андрей Юрьевич и Раиса Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 15 лет они проводят и какие-нибудь другие курсы. Многие уже прошли. И очень много хороших отзывов. Поэтому я их вам рекомендую. Если вы не знаете, как питаться здоровым питанием, то обращайтесь к ним. Все. Двигаемся дальше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Они помогают всегда в организации и фестивале, поэтому они всегда здесь. Можно к ним подойти в любой момент. Значит, идея в чем заключается? В том, что социальная сила — это то, что берется от людей. Понимаете? Но проблема... Вот смотрите, парадокс. Вроде бы в деревне людей меньше. Но у людей социальной силы больше. Почему? Потому что социальная сила означает, что я отдаю счастье другим людям. Вот давайте представим, допустим, как тепла жизнь в деревне. Ну, допустим, 150 лет назад. Ну, примерно вот так, как поются песни. Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело. Примерно так. То есть люди гуляли после работы, играли на гармошках, понимаете? То есть пели песни, вот, и так далее. Танцевали, хороводы водили, то есть общались друг с другом, судачили, помогали друг другу, ходили друг к другу в гости, и жили как большая одна семья в деревне, понимаете? Здесь, как бы, здесь все мое, и мы отцу зародом, и Васильки, и я, и тополя. Ну, то есть, как бы, человек жил очень наполненно социальной жизнью. Вот смотрите, если у человека плохое здоровье, значит, ему не хватает энергии природы. Все. Если у человека нет жены, нет мужа, у него плохая работа, он не может найти себе работу, не может устроиться на работу, у него плохие отношения с властями, это значит, что у него не хватает социальной силы. Откуда берется эта социальная сила? Точно так же, как мышцы качаются штангой, точно так же социальная сила качается добрыми отношениями с людьми. То есть, как это уже указывает на правила семейной жизни. Вот, допустим, отношения с мужем и женой тоже социальная сила, понимаете? Вот, допустим, у Вас раздоры в семье. Какой самый быстрый, простой способ их решить? А раздоры, люди думают, почему раздобыт? Потому что мы расходимся во взглядах, во мнениях, и так далее, начинают себе на мозге это все вешать. А причина, на самом деле, замкнулись друг на друга. То есть, вы стащились друг на друга и хотите друг друга порвать. Все. Что делать? Приглашаете друзей домой. Хороших друзей пригласили, докормили, поговорили о Боге, посмотрели нравственный фильм, обсудили. То есть, не пьянка-гулянка потом рыгает под столом, а ползать, заниматься физической активностью в пьяном виде. А, понимаете, вот добрых, вот много, видите, вот здесь в зале много хороших людей, которые хотят работать над собой. Знакомьтесь друг с другом. У нас есть законы счастливой жизни, группа ВКонтакте, там 300 тысяч человек. Я думаю, из Екатеринбурга точно не больше, не меньше 100 человек. Знакомьтесь друг с другом, находите друг друга, приглашайте в гости. Здоровое питание с молитвой, общение, беседы. И вот вы поругались с мужем, допустим, да? Пригласили вот таких добрых людей, поговорили, пообщались, они ушли, я вам гарантирую, что вы помиритесь. Вот гости уходят, настроение хорошее, вы улыбаетесь друг другу, и всё. Потому что вот этот эгоизм на потребление, на то, что ты, скотина, мне всю жизнь испортил, понимаете? Это всё заканчивается. Вы служите людям, вы забыли друг про друга, они вам служат, вы им служите, они вам благодарны, вы им отдаёте своё благочестное здоровье, свою жизнь. Вот. Кормите их, поите, заботитесь о них. И вот это, семейный эгоизм, или вот эта тухлятина, ваше отношение, которое накопилось, она вся рассасывается, просто за то, что вы пригласили друзей. Хорошо, скажете Олегу Геннадьевичу, это не так часто, можно что-нибудь порекомендуете, попрактичнее. Хорошо, попрактичнее. Поставьте скворечник на подоконнике, начните кормить птиц. То есть вы птиц кормите, у вас идёт обмен с птицами, и вы получаете благодать в сердце. У вас улучшаются отношения с близким. Почему? Потому что идёт обмен, и на это несчастье пошло обмениваться. Запланируйте себе поход в храм. Раз в неделю хотя бы пошли на службу, там общались с людьми, пожелали всем счастья, полулюбались, пол помыли там, ещё что-то свечки поставили, что-то поделали. Вот, всё. Вы приходите домой, легче стало жить. Опять на полной энергии счастья. Подъезде взяли, цветочки расставили, конфетки положили, пирожки положили. На каждом этаже люди прошли, всё это съели. Обмен счастьем. Потом скажешь, а кто это делает? Кто это делает? Кто это делает? Вот. Понимаете? И так далее. Такая система. То есть система размыкать, как бы, вот эту сосредоточенность друг на друге. Понимаете? Убирать эту сосредоточенность, потому что это сначала истощение идёт, потом протухание, и потом развод неизбежный. Понимаете? Ещё один метод это алтарь. То есть беды говорят и все другие священописания, что если люди смотрят на друг друг на друга в семейной жизни, они разрушают свою семейную жизнь. А если они вместе смотрят на алтарь, тогда они орошают свою семейную жизнь. Понимаете? То есть совместная молитва или хотя бы один человек. Молишься, допустим, готовишь мужу, замыкаешься на него, молишься, думаешь о Боге, муж очищается от грехов, и ты очищаешься от грехов. Понимаете? Замыкаешься на Боге, Бог даёт счастье. Замыкаешься на мужа, всё разрушается. Понимаете? То есть нужно не замыкаться ни на детях, ни на собачке. Люди, как обычно, муж задолбал, собачку завела. Собачку хорошо купила. Ну как это иногда на постели? Ну, плен с ней нет. Это любовь. Понимаете? Любовь к собачке не поможет вам. Потому что, когда человек привязывается к животному, то он получает животное тело в следующей жизни. Детки тоже не помогут вам. Когда вы привязываетесь к ним, то они становятся капризными, злыми, избалованными. От кого бы человек счастье не хотел получить в этом мире, он получает только засаду всегда. Поэтому единственный способ это добрые люди. Здесь засады не будут, потому что идет обмен. То есть вы служите им. Зачем они нужны? Для того, чтобы вы о них заботились. Зачем мужу нужны? Для того, чтобы он обо мне заботился. Чувствуете разницу? Или зачем ребенок нужен? Вроде бы о нем заботиться. Нет. Ребенок нужен, чтобы хорошо было. Счастье от него исходит. И вот это тоже коллизм, только такой более скрытый. собачка зачем нужна? Вроде бы заботимся о собачке. Нет. Она наслаждает человека. Вы смотрите на собачку и обалдите от нее. В результате перенимаете от нее животное существование. Это вот цена. Она от вас человеческое существование перенимает, она живет у вас в квартире и в следующей жизни человеком родится, а вы если к ней привязались, то гавкань будете в следующей жизни. Понравилась вам идея? Думайте тогда своей головой, от кого счастье испытывать. Если понимаете, человек это такая скотина, к чему бы не привязался таким становиться. Поэтому привязывайтесь к святости, повесьте иконы на стене, включайте духовную музыку, нравственные духовные пильмы включаются, когда вы будете привязываться к святости, вы святыми станете, даже в этой жизни, а в следующей тем более. Понимаете, к чему бы человек не привязался, таким он становится. Вот смотрите, допустим, рождается маленький ребенок, девочка рождается. Она может двумя способами себя вести. Или она рождается очень такая капризненькая, такая женственная, вся такая это значит, в прошлой жизни была женщиной. Все. Второй вариант, девочка рождается, начинает всех бить, такая дрочливая, смелая, такая. Это значит, она в прошлой жизни была мальчиком. Теперь девочка вырастает, и она еще просто не понимает, что она девочка, понимаете? Она была мальчиком, и как ведет себя мальчик, потому что еще не понимает. Но 18 лет она уже понимает. такая добрая. Но всю жизнь она о чем мечтает? О мужчине, то есть она привязывается к мужскому существованию, поэтому в 60 лет она становится уже бабкой. А бабка это такая особая форма жизни такая. Вот сравните девушку такую скромную, бабку она такая строит такая по подоконникам всю семью. Вот. Видите как перетекает сознание. То есть сначала ребенок как мальчик девочка себя ведет, потом она ведет себя как женщина и потом опять как мальчик только уже в те репабки. Теперь возьмем ребенка мужского по-моему. То есть мальчик, он родился капризом такой. Мать говорит, ну ты же мужчина, ты что так себя ведешь? Вот. Он еще не знает, что он мужчина, потому что в прошлой жизни, буквально пару лет назад он был женщиной. Он как бы еще не понял, не въехал в ситуацию. Вот. ему 18 лет уже юноша, мускулистый, крепкий, такой, ну развился как мужчина. Потом, а все это время он привязывается к женщине, потому что мужчина стремится к женской природе, женщина к мужской как плюс-минус. Дальше в пожилом возрасте он становится дедушкой. А кто такой дедушка не трогает, не трогает, не трогает, не трогает, не трогает. Так? Ну, то есть, уже такое все, как бы, женское начало перешло. Понятно, да? Как устроен этот мир? На что бы мы ни настраивались, таким мы становимся сады. Поэтому, женщины, если вы хотите замуж выйти, выйти, замуж хотите выйти, настраивайтесь и на мужиков. Хотите замуж выйти, настраивайтесь на женщин. Радуйтесь их, любите их, заботитесь о них, наполняйте женской природой. Мужчина хочет жениться, не надо о тетках думать, расплавишься. Мужчина, когда о женщина думает, у него психика переходит в женское начало. Что это значит? У него он теряет свою волю, он становится слабым, безволенным, начинает вино выпивать, алкоголь пить. Это признак того, что психика переходит в женское начало. Блаженство на просторе, в узлово в громом бортке, не думая о горе, скажу вина в руке. Это переход мужчины к женскому началу. Женщина, когда слишком привязана к мужчинам, она грубеет, бизнес-вумен становится, то есть постоянно в этом мыслях о мужском начале она становится никому не нужной, некрасивой. Как мужчина должен наполняться? Он должен наполняться к мужчине. Допустим, вместе тренировки, вместе бизнес, мужчина крепится, становится красивым. Женщина, общаясь с женщинами, становится красивой, нежной, ласковой, наполняется женской силой. То есть социальную силу человек должен брать от своего пола, а нет противоположного. И противоположного он только расходуется, понимаете, женщина расходуется на детей и мужа, мужчина расходуется на детей и жену. А пополняются люди от природы, женщины от женщин, подружек пополняются, а мужчины от друзей. Понимаете, в чем проблема социальной жизни? Почему столько разводов? Потому что люди пустеют, они замыкаются, вот как люди живут. На работе человек наполняется? Нет, потому что там деловые отношения, любви нет. Поработал, пришел домой, замкнутая система. Друзей нет, общения нет, телевизор, жена, дети, все. И человек постоянно расходуется, он не наполняется. На работе израсходовался, дома израсходовался, потом на работе израсходовался, дома израсходовался, и потом он говорит, вы меня все задолбали! Для тебя такая жизнь задолбала, причем тут люди, они такие же, как ты, задолбанные. вот, поэтому пожили-пожили так вместе. Мужчина что думает? Он думает, блин, наверное, у меня плохая жена. Вот, что-то она мне счастья не приносит, я что-то не чувствую, что я прям вот это с ней в масле, в шоколаде как бы купаюсь, наверное, надо какую-то другую тетку найти. И у нее такие мысли возникают. Женщина тоже думает, гад такой, я как бы на тебя жизнь отдала, у нас дети, как бы ты меня не любишь. И то же самое, как бы идея такая же в голове. Идея какая? Люди просто друг друга обменяют в проблемах. А на самом деле, кто виноват в проблемах? Вот у меня компьютер у меня вот зависает, кто виноват в проблемах? Конечно, там где-то. Это наше мышление, понимаете? Как бы мы такие. придется его отключать. Ничего не сделаешь. Понимаете, да? то есть главная проблема человека в городе, он в замкнутой системе живет, понимаете? Даже, допустим, взять города 50 лет назад, люди не так не жили. То есть они общались внутри двора, много друзей, а у нас во дворе, понимаете, то есть ну как бы даже если взять, допустим, людей 40-50 лет назад, понимаете, во дворе звучит какая-то музыка, кто-то включил магнитофон, люди на лавочках сидят, общаются, люди, понимаете, были, жили одной семьей. Сейчас такой жизни нет. То есть люди все живут, каждый в своей конуре. И даже они, когда каждый в своей конуре живут, как они живут? Трехкомнатная, допустим, конура. Каждый по своей, как бы, ну каждый в конуре своей сидит, потом как бы выбежали на каждой из своей конуры, погавкали друг на друга и опять по этим конурам разбежались. Вот такая жизнь. Она такая жизнь счастье приносит? Конечно, нет. Понимаете, то есть вот в этом вся идея, что человек на самом деле он живет просто неправильно. Понимаете, в этом вся проблема. И из-за этого вот так вот все происходит у нас в жизни. но если вы, допустим, поймете, как правильно жить, то тогда все восстановится, все поменяется в вашей жизни. Надо просто изучать эту тему. Вот, допустим, почему я не могу поменять своего близкого человека? Потому что для того, чтобы поменять, его надо сначала принять. Если вы не приняли человека, он не изменится. Вы не сможете ему ничего объяснить, доказать, потому что все объяснения, доказательства, они идут через доброту. Вот, а доброта идет от принятия, а принятия не могу близкого человека, потому что силы. Все замкнуто грубо. Вот смотрите, если вы начинаете, вот просто поймите, оторвитесь от близкого человека, что с ним делать? Ничего с ним не делать, убить и вам не разрешат, потому что законы против этого. А больше вы с ним ничего не сделаете, потому что он вас слушать не будет. Понимаете? Поэтому выход только один. Природа, добрые люди, Бог. Оторвитесь сначала друг от друга. Вы ничего сделать не поможете. Дойдите до такой стадии, что вы как бы почувствовали, что вам и с этим человеком жить нормально. Это значит, что вы наполнились у вас. Достаточно сил жить. Понимаете? И с этого момента начинается восстановление вашей судьбы. Поднимите руку, кто наполнится уже, чувствует, что вам как-то полегче жить стало. Все. И с этого момента знайте, что ваш близкий человек уже меняется. Почему? Потому что вы когда приняли его, ваша доброта, его рот топит его сердце, его тоже расслабило, ему с вами лучше жить, он вам начнет говорить уже, типа, ты как-то лучше постала ко мне. А просто у вас стало больше сил. Все. Вот это правильный подход к жизни. Понимаете? Теперь неправильный подход к жизни. В чем он заключается? Он заключается в том, что человек разочаровывается. Он разочаровывается в городе, разочаровывается в близком человеке, разочаровывается в совместной жизни, думает, что ему с кем-то где-то в другом месте будет лучше. Вот это неправильный подход к жизни. Потому что где-то и в другом месте вам лучше не будет, потому что причина того, что вы разрушаете свою жизнь, это как бы вот это то, что вы устали друг от друга, понимаете, у вас нет сил. Очень важно понять, что у людей часто не хватает в жизни в целом понимание, как вот счастье возникает, откуда оно берётся. Часто этот человек просто не понимает, что если цель в жизни выбрана неправильно, то и счастья никакого не возникнет, потому что цель в основном в жизни люди выбирают просто спонтанно. Вот откуда счастье идёт в жизни, та цель. Вот, допустим, ребёнок родился, значит цель жизни у нас ребёнок. Мужа полюбила, допустим, человек полюбил, значит, он цель жизни. Допустим, ипотеку взяли, ипотека цель жизни и так далее. И когда человек неправильно цель жизни выбрал, то он просто так не может от этого отвлечься, потому что человеку именно цель жизни даёт ощущение счастья, то есть он от неё априори хочет наполниться. То есть женщина, когда пытается наполниться от мужчины, она ему истощает, в результате он его бросает потом, эту женщину. Или мужчина от женщины хочет наполниться, то в результате она его бросает. Чаще всего в этом случае даже семья не создаётся, потому что вот это называется безответная любовь. То есть сильно хочу счастья, от кого-то полюбила, сильно влюбилась, дальше человек уходит. Что тебя заставило предать мелодию и заставило твоя цель жизни? Ты цель выбрал не Бога целью своей жизни, а человека. И поэтому ты сейчас вспоминаешь, уже много лет прошло, ты продолжаешь любить этого человека, понимаете? Хотя у тебя уже в жизни есть дети, жена, ты всё вспоминаешь этого человека, который ты выбрал своей целью жизни, потому что ты не понимаешь, что надо, чтобы избавиться от этого наваждения. Понимаете? и во-первых, ты с этим человеком бы жить никогда не смог, потому что любовь и вера всегда разрушаются. Ты поверил в человека, а не в Бога, значит, какой будет результат? Значит, человек тебя бросит, и ты будешь о нём думать потом всю жизнь. Почему так всё устроено? Потому что человек должен поверить в Бога в конечном счёте, он правильный источник счастья должен выбрать, и тогда он может спокойно расслабиться, вот это наваждение пройдёт, он не будет вспоминать там, что тебя заставило предать мелодию любви, понимаете? И у него в сердце это жить не будет, и он будет спокойно дальше жить и существовать. Или муж, допустим, бросил, и вот мы два года думаем о том, что он меня бросил. Понимаете? Почему? Потому что более высокого источника счастья нет. Если человек наполненный, ну, бросил и бросил, как бы он, понятно, что есть общее что-то в жизни было, есть что вспомнить, но вот это потерянность, понимаете, ощущения, что как бы всё, не знаю, что делать, не будет, потому что правильно начали жить. Вот в этом смысл человеческой жизни, понимаете? Надо начать жить правильно, и тогда всё в жизни будет тоже правильно происходить. Но если человек правильно не живёт, то, соответственно, ничего правильного и не будет. Это первый момент, цель жизни. Большинство людей имеют неправильную цель жизни. Она сформирована не нами, она сформирована просто судьбой. Дети – цель жизни, муж – цель жизни. Как определить, что неправильная цель жизни? У человека чувство собственного достоинства стоит не на месте. Вот если, допустим, я верю в мужа, то он гордится собой, а я унижена. Чувство собственного достоинства ушло вниз. Если меня любят, значит, я горжусь собой, моё чувство собственного достоинства ушло вверх. Если меня бросили, чувство собственного достоинства ушло назад, депрессняк. Если я всё нормально, никто никого не бросил, то я жду счастья, то есть бегу за ним вперёд. Чувство собственного достоинства уходит вперёд. Когда чувство собственного достоинства не находится в центре судьбы, то человек не может быть счастливым, он не может наполняться природой, добрыми людьми, Богом, потому что он в это время находится где-то в другом месте, понимаете? Или он в унижении находится, или в гордости, или в депресснике, или в суете, понимаете? А что такое счастье? Это когда твое достоинство соединилось с настоящим временем, ты со всем согласен, все принял в жизни, и у тебя есть силы так жить, чтобы принять, нужно силы иметь. Счастье означает, что ты живешь сейчас, сейчас, тье, это существование сейчас, тье означает древнерусского существования. То есть счастье, это значит, твое чувство собственного достоинства все приняло, тебе ты согласен с твоей женой, готов с ней жить дальше, хоть она тебя замучила, согласен с детьми со своими, с городом со своим согласен, с страной, с правительством, все у тебя срослось, ты все принял, и с этого момента будь счастлив. Энергия в тебя пошла заходить. Почему? Вот, допустим, приведу пример. Вот возьмите, допустим, огородники знают. Взять, допустим, два саженца, там, чего у вас там сажают? Ну, допустим, картошки, да. Посадили два саженца картошки. Один «ы», а другой «ы». В чем разница? Я сейчас вам на психологическом уровне объясню. Земля одинаковая, полив одинаковый, саженца одинаковый. Один загнулся, другой выжил. В чем причина? Один саженец не согласился с тем, что ему дали. Он ждал того, что было, понимаете? То есть, не согласился. Ну, то есть, что тебя заставило предать мелодию любви? Понимаете? Он так думает, и поэтому он... Потому что новая земля – это новая земля. Ты должен принять это все. Принять судьбу должен. Вот он должен принять. Один саженец, он «ы-ы-ы», как бы хотелось туда, но уже поздно. Все, новая земля, новая жизнь. И он так и-и-и немножко позагибался, позагибался и начал жить. Это называется принятие судьбы. То есть, этот саженец принял судьбу и поэтому начал расти. А тот просто не принял судьбу. Не было причины, понимаете? Огородники не знают причины. Все нормально. Почва нормальная, полив нормальный, саженец, солнце есть, не принимает, не выживает. Почему? Не принял судьбу. Не согласился с тем, что его поменяли, ему почву. Он там привык уже, ему там было хорошо, а здесь плохо стало. Все, до свидания. Почему не принял судьбу? Потому что, ну, если говорить нашим уже языком, цель жизни была неправильно выбрана. Понимаете? Человек должен научиться понимать, во что верить и чему служить. Если ты веришь в семью, значит, загибайся, мучайся, страдай. А если веришь в Бога, значит, отдавай своим близким людям, принимай их, по-доброму относись. Давайте просто я вам приведу такой пример, ну, такой чисто теоретический. Так не бывает. Если у человека чувство, собственно, достоинства на месте, он живет правильно, наполненным, его бросить невозможно. Хорошего, от хорошего никто отказаться не может. Допустим, вы сидите в крутом ресторане, вам привезли вкусные гердоны такие, как бы, все классно, тут все, тут все бесплатно. И он говорит, нет, нет, я пойду к другой ресторан. Зачем? Здесь все хорошо, зачем куда-то идти? Вам все нравится, вкусно все. Куда вы пойдете? Здесь есть. Ну, то есть, от добра никто не отказывается, понимаете? Поэтому, если у вас все нормально, чувство, собственно, стоит на месте, вы наполнены. Кто от вас уйдет? Кто вас бросит? Хорошо, бросили. Наполнились. Вы наполнились. Вот как чувствует себя человек, который бросил хорошего человека? Вот девушка, допустим, она ее бросила, она такая счастливая, он ее будет спрашивать, что ты такая счастливая? Она скажет, а что? Мне хорошо. Какой вывод? А мне-то не так хорошо, я вроде бросил, мне должно быть лучше. Какой вывод? Он сразу, а что у тебя? А что у тебя? кто-то есть? Да много вариантов. Я думаю. Такая корова нужна самому. Понимаете? Но искусственно это не сделать. Вот нельзя выдавить из себя улыбку и сказать, у меня все хорошо, когда тебя бросили. Для этого надо быть наполненной. У тебя есть счастье, ты наполненная, ты счастливая, самодостаточная, он тебя бросил. Его проблемы. Понимаете, в чем проблема-то, когда бросают? В том, что ты... Все. В том, что ты не наполненная, зависела от человека, а надо было ему служить и не зависеть от него. Если бы ты ему служил, а он тебя бросил, ну как бы отдохни. Ты служил, ушел, расстался, наподкни чуть-чуть. Некому служить, но устало, наподкни, потом другой будет. Такие проблемы. Проблема в том, что мы что-то хотим, понимаете? В этом проблема. Также большая проблема заключается в целом в непонимании. Если взять, допустим, очень глубоко разобрать природу отношений мужчины-женщины, то люди не понимают, что любовь сама идет не от человека, а от божественного в нем. Вот допустим, что любит мужчина? Во что влюбляется? Вот мужчина говорит, если бы я знал, я бы на тебе никогда не женился. Ну, каждый мужчина так говорит, что у любой женщины и каждая женщина так же говорит мужчине. Что знал-то? У человека есть божественная природа, у каждого человека есть человеческая. Человеческая природа предназначена для того, чтобы нас мучить. То есть она соответствует нашей судьбе. Ее не видно, когда люди влюбляются, они видят только божественную природу друг в друга. Ну, кто тебе мешает потом думать о Боге и настраиваться также на божественную природу близкого человека? Одного священника спросил, послушник говорит, как мне всю жизнь любить жену? Он говорит, очень просто. Для этого надо точно так же, как ты настраиваешься на святость, на Бога, вспомни первую встречу со своей женой и настраивайся всю жизнь на нее, как на ту, с которой ты первую встречу встретился. Ты увидел перед собой определенного человека, который тебе понравился. Как же, Илья Геннадьевич мне понравился, это была иллюзия. Нет, это была не иллюзия. Он тебе точно понравился, ты просто уже забыл об этом. Так вот, относись к этому человеку точно так же, как при первой встрече. Ну как относись, он меня предавал, там у нас, то, все было уже. Вот это и есть твоя аскеза. Учись смотреть на близкого человека глазами первой встречи, учись божественное в нем принимать, служить его божественному, уважай женщину, как божественное существо. И тогда она тебя будет любить, потому что ей будет очень хорошо с таким человеком жить. Когда к женщине относишься так, я, моя хорошая, моя дорогая, это ты самая лучшая в моей жизни. Она и станет самой лучшей в твоей жизни. Она будет благодарна тебе на всю жизнь. Теперь, если ты относишься к ней как тому человеку, который тебя мучает, значит, он тебя мучить будет дальше. Потому что на что настроился, с тем и живешь. В чем проблема? Проблема заключается в том, что близкий человек вызывает боль в сердце. Он, допустим, тебе что-то сделал, и думаешь об этом весь день. Так действует судьба, она приковывает к себе, иди сюда. Божественному хочешь думать, я тебя сейчас устрою. Вот. Насрался, наклюкнулся, муж без друга. Божественная моя. Он был гад такой, не же божественная. Не же божественная. Вот. Понимаете, то есть вызовы, судьба всегда делает вызовы, она боль вызывает. Поэтому человек должен, как чувствует судьба, невыносимо. Пошел, помолился, наполнился силой. Пошел к убегу на природе, пошел к добрым людям поговорил. Пришел назад домой. Дома что с тобой делать? Мучают тебя. Вот. Не обязательно, что ты будешь мучиться. Настроился по-доброму. Сказал, заходи, мой пьячужичек мой, заходи, давай спаем тоже, все. Утром вечером, утром, нет. То есть настроился по-доброму, и он встал, у него совесть начинает мучить. Почему? Потому что он, как бы, такой хороший, как она к нему относится. Он скотина такая. Он чувствует сам, совесть начинает мучить. Он говорит, да ты у меня такая хорошая, я тебя не достоин. Надо сказать, ну, немножко не достоин. И пойти заниматься своих дел. ругаться не надо на человек, это бесполезно. Просто как бы, по-доброму воспитывать. А по-доброму воспитывать, значит, намекать на что-то. Вот если он говорит тебе одно, ты ему намекаешь на другое, и он уже понимает, что ты имеешь в виду, и он так будет осознавать. Потому что, если ты сильно сказал ему об этом, он не может принять, потому что больно ему принять, он не хочет этого принять. Надо намеками чуть-чуть. Так идет воспитание. То есть первое, что надо усвоить, есть божественная женская природа, есть божественная мужская. Как относиться? Нужно, ну, понимаете, все, что я сейчас вам говорю, это для вас теория. Потому что вы придете домой, вы этого делать не сможете, потому что у вас нет сил на это. Силы берутся, откуда вы знаете. Вот. Научитесь молитве, научитесь дружить, счастье испытывать от дружбы, научитесь, служить обществу в целом, как-то. Я желаю всем счастья. Здесь даже бесплатно, понимаете, просто идете по улице, радуетесь всем. Это так наполняется человеком. Это все вызов. Вот, допустим, я подхожу, девушка сидит, такая усталая, такая, ну, ночь не спала, раннее утро, я билет хочу получить, талон на самолет. Она сидит такая, смотрит на меня, все задолбали уже. Я подхожу, говорю, доброе утро, будьте счастливы. Она такая, она не ожидала, такая, она не поняла, что за подвох, такая, билет просит пробивает, там, все. Я ухожу, говорю, я желаю вам, чтобы вы доработали спокойно, без напряжения. вижу, что вы узнали. Она такая, знаете, такая расставка, и от нее пошло счастье. Вот я реально, вот это, я, мне очень тяжело было это сделать, потому что у человека же стена, он в своем мире живет, вот как ты ему скажешь, а может он не поймет, и там, нагрубит тебе, вот верно. Ты как бы пробиваешь эту броню, а потом, знаете, вот я просто проэкспериментировал, потом минут 15, вот эта, ну, память о человеческой благодарности, она сидит в сердце, и ты идешь, улыбаешься всем, тебя пошла волна. Понимаете, это культура так жить, есть культурные люди, кто такие культурные люди? Они знают цену такому усилию, то есть они знают, что зашел в трамвай, всем пожелал счастья, и постепенно люди отмокают. А если ты в общем в атмосферу попал, то они тоже тебя засосут, как бы, и все будет уже. Ну, в общем, вот так вот. То есть это называется культура, культура поведения внутренней. Если люди в невежестве находятся, надо от них чуть подальше. Вот, допустим, человек в невежестве, он пьяный, допустим, злой, вы ему улыбочку не надо дарите. Он че устарывает, дура. Понимаете, потому что он, как бы, он в такой состоянии, невежество, человек, кому надо желать счастья, и делать вид, что ты его не замечаешь. Я желаю тебе счастья, но подальше. Человек страсти, допустим, он просто занят своими делами, он не пьяный, все, он деловой. Просто деловой означает человек страсти. Он живет в будущем. Он весь такой хмурый. Почему? Потому что надо на работу ехать, пока не доехал, счастья не будет. Вот. Поэтому, все, когда он приедет на работу, вот таким людям можно дарить счастье. По-доброму к ним относиться намеками. Не то, что встать и относиться, и так, эй, эй, он вернет, скажет, все, все, Вот. Потому что ты выводишь из его состояния. Я за полипедчиком еду, такой, ну, просто радуюсь, мы с Максимом сидим, такие, шутим, там, улыбаемся друг к другу. И рядом разговаривает громко этот человек по телефону. Один человек подходит к нам и говорит, а вы не могли бы смеяться потише? Вот этот человек, который рядом, ему не мешает. А мы смеемся громко. Мешает. Почему? Потому что радоваться жизни надо скромной. В обществе страстных людей. Вот если там благостные люди, сидели. Нет проблем. Я был такой случай, мы разоке святое место летели в Индии. Целый самолет. То есть, это чартерный рейс, это было где-то 20 назад, когда снимали, чартерный рейс. Целый самолет, прямо, собрались люди, которые летели в Индию. Поломчество. И вот там такое было, понимаете, там, у кого-то день рождения всем торт, всему самолету раздали. Столько торта принес специально, весь самолет. Вот, потом пели песни все вместе. Вот весь самолет пели песни. Понимаете, радовались жизни людей. Там эти пилоты, конечно, короче, кошка чуть не съехала. Представляете, лететь, все поют. Вы, говорит, только не танцуйте, а то мы в это пойдем. Потому что, оказывается, если все вместе встанут, притопнут, то вот самолет, он неуправляемый. они притопнут, что танцевать не надо, как петь, пойти, танцевать не надо. Вот. Почему очень ранены? Потому что ожидание. Вот из-за этого ожидания. Мы привязаны к счастью друг от друга, поэтому ранены. Поэтому надо вот к этому ожиданию близкого человека от тебя счастья надо относиться с пониманием. То есть он будет из тебя тянуть силу близкий человек. Будет хотеть счастья. Это тяжело, но это не с этим. Что и сделать, что так не устроено. Мы тоже тянем счастье от близкого человека, но сами этого не замечаем. Мы тоже ждем от него счастья. Когда я жду счастья, мне незаметно. Когда он, я устаю от этого. Мне тяжело. Поэтому принимайте это подобранно, аккуратненько. надо служить близкому человеку, заботиться о нем, потому что так устроен этот мир. Мы должны так себя вести, так жить, ничего не сделать. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова